Как этот Иван Нурбинт? Работаем! А мы не работаем! Мы не работаем, да. Добрый день! Здравствуйте! И с вами вновь рубрика Субботние размышления о боевых искусствах и разном. Это Планета дзюдо, Роман Карасин и Владислав Макаров. Письменные, да? Да, ну не всегда получается собрать большой коллектив мыслителей. А те вещины, забота у них? Да. Дом, семья, работа. Понимаешь, танцуй пока молодой. У нас молодость не проходит. Молодость это не года, не время, не часы. Состояние. Так же как пенсионирование. Тоже состояние. Вот. Ну ладно. Тема. Тема дня. Вот о чем хотел поговорить. Я Владу об этом говорил. Но мы так, может быть, соединим. Две темы в одну. Помните, Влад сказал, что где-то я в интернете видел небольшое такое интервью, разговор тоже двух людей. И там такой вопрос был задан. Не могу не говорить неправду. Помнишь, да, я эти сказали? Хочется все время... То есть, когда я говорю... То есть, я должен все время говорить правду. И я не могу ее не говорить, мне становится плохо или как-то так. И так далее, и тому подобное. И в этом интервью собеседник ответил на что-то. Но давай мы не будем сейчас как бы будоражить то, на что ответил тот собеседник, да? А сами обмозгуем эту тему. Говорить или не говорить правду. Хорошая тема. А для этого есть это самое. Чувство такта. Поэтому, если есть чувство такта, то вопрос сразу автоматически снимается. А если ты хочешь нанести непоправимую пользу, скажем так, тогда ты идешь и всем налево-направо говоришь. А это называется, ты на себя натягиваешь мантию судьи. Правильно? Правильно. А если тебе не давали полномочий, то какое ты имеешь право? Что-то там говорить, что кто-то прав или не прав. Мне картинка нравится. Если шестерку мы здесь нарисуем, то ты будешь видеть девятку, а я шестерку. И мы будем вдвоем право. Ну вот картинка. Ну она известная в интернете ходит. То есть ты будешь прямо, что это девять. А я тебе говорю, да нет, шесть. И так же, если ты тренируешь, а ты тренируешь. Себя, по крайней мере. А если ты тренируешь, то ты тренируешь. Ты можешь сказать, поднимите правую руку там, и все поднимут левую. Потому что зеркально. Ну, говорят, что прежде чем там в чужом глазу, там бревно. Ну, посмотри на себя. Но здесь тоже есть, мне такое слово понравилось. В каком контексте он, вот этот человек, хочет всем правду говорить. Ну просто его вот это вот... Распирает. Он распирает, он не может, не сказать, вот такой же, вот не могу не говорить неправду. Ну значит, он не мощный. Хочет говорить правду. Значит, немощный. Не со знаком плюс, а со знаком минус получается. То есть он не может управлять собой. То есть им управляет какая-то потребность в правде, допустим, в данном случае. Но есть еще деструктивные же потребности, скажем так. Что-то какие-то умные слова. Деструктивность не значит, что это такое. Собли, да? Разрушающие. Просто понравилось слово, да? Нимая значимость, да? Объективная значимость, немая значимость, да. Расширяем словарный запас, уважаемые зрители. Но не понимаем, о чем они. Нет, мы же о правде говорим. Правда, да. Ты думаешь сейчас о деструктивной какой-то правде? Да, деструктивной правде. Диарея? Диарея это диарея. Тоже, кстати, неплохая штука, наверное. Песня не помнит какой-то группы. Чихать не сможешь. От кашля помогает. Это мы сейчас в парилке просто мяту заварили. Мяту заварили, поддавали мятой. Ну, так написано, в упаковке мятая. Может, это не мята? Не знаю. Для них, это ихняя правда, что это мята. А там, черт его знает. Ну, мы не коты же. Что бы это от мяты? Нет, ну, смотри, песня есть такая. Правда всегда одна. Это сказал фараон. Ну, и что? А то нам. Не авторитет нам. Фараон? Да. Фараон мумия. Какой авторитет? Был бы он сейчас здесь бы, да? Мы бы, да, боялись бы, а так. Другой бы спорил. Видите, я налил себе сначала. Ну, вообще, есть такая традиция, наливает, разливает чай. Кто? Это я правду говорю. Разливает чай молодой в компании. Да? Ну, опять, видишь, правда, это и да. Где какая? А ты скажешь, а у нас традиция другая. И ты будешь прав. Хозяин. Да. У нас традиция хозяин разливает. И ты прав будешь. Понимаешь? Да? Хозяин. Молодой хозяин. Ну, вот по поводу правды, конечно, видишь, ты прав. Вот это объяснение правды с точки зрения вот этой цифры 6. А, давай к боевым искусствам вернемся, да? Мы же, ты говоришь, 7 лет. Вот статью Роман написал Антуре. Я еще сейчас ее изучаю более подробно. Целое сколько-то ушло времени. Сейчас я покажу, подожди. Человеку часов. То есть мы не только на видео записали отчет, но и в бумажный формат. И в видео формат. Но сделаем покрасивее. Ну, покрасивее. Это пока такой экземпляр для чтения. У нас есть офис номер 5, да. 21 страничка получилась. Ну, давай. Здорово, добавим. Да, и мы говорим про правду, правильно? В контексте только единоборств. И что мы говорим? Что вот тут на сборы приезжали с Якутии, да? Тут тоже была встреча, скажем так. И вопрос стоит. Кто борется, как борется, чем борется, да? Ну, есть ли большой арсенал приемов? Но я не об этом. Что мне, мне что понравилось? Какая правда? Если спортсменов научить хорошо страховаться, да? То они будут проигрывать. Потому что на спину упал красиво и пон. Да. Да. И поэтому вот в этом контексте правда тоже может быть не то, что одна, а несколько. То есть в драке нужно устоять. Но, а в жизни, а в жизни, ну, в спортивном поединке, драку не будем брать, в спортивном поединке надо, чтобы партнер упал, а ты устоял. Правильно? А если в тренировочном процессе, нужно не чтобы кто-то там упал, а чтобы оба сбереглись. Один аккуратно входит в прием, отрабатывает его экологично. Тоже слово нам понравилось, скажем так. А другой экологично падает, приземляется. Потому что один раз шлепнул, нам же так, как Александр рассказывал. Пришел человек, что ты делаешь-то? Ты не так делаешь-то. Взял взрослого человека, а татами сломал ему ключицу, ребра. Ну, в твоем случае, видишь, ты как бы две правды показал, да? То есть, одна правда, это которая с точки зрения соревновательного, да? А другая правда с точки зрения... Да, а вот этот вот, который говорит, я только хожу, всем правду говорю, значит, он, ну, долба, ну, как... Интересный. Интересный. Ну, скучный. Нудный. Во, нудный. Мне понравилось. И хожу, всем говорят, доказывают. Вот мне очень понравилось, не отвечай, когда тебя не спрашивают на вопрос. Очень хорошо. А следующее понравилось. Послали идеи, позвали, пришел. Ну, если хочешь, конечно. И тогда вопроса не возникает, почему я всем правду говорю, а у меня там это самое. Навтыкали мне в спину этих самых. Кстати, если кто-то смотрит наше видео, да, можете тоже... Тему задавать. Нет, вот по поводу правды. Комментарий. Ну, не, если вам хочется что-то высказать, можете... Не держите в себе. Да, мы предлагаем. Мы же не просто говорим, что, ну, вот, наши разговоры, это не то, что мы хотим показать какой-то свой... Мы, может быть, в них зажгем какую-то искру важную... Нет, 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 ты же... Просто кто-то присоединяется раньше, кто-то позже там, да. Но смысл-то есть в чем, что... Правильно. Нет. Роман, ты узнал, что книга пишется не просто сидишь и из головы там выжимаешь у себя эту книгу. А вот эти вот размышления, они потом могут в книгу превратиться. И тогда, чем больше гостей... Правильно я говорю? Да. Вот поездка же, размышления... Ну, мы сначала придумал, потом проговорил, потом сделал, а потом уже, ну, это как... Все как в природе. Надо сначала вскопать. Мне вот это вот... Ну, процесс нравится, скажем так. Ты сначала должен вскопать, потом посадить, потом вырастить, потом собрать и потом только сохранить. Есть более короткий путь. Кто-то пришел, кто где уже посажен, я там собрал. Но это чревато, скажем так. Цикл. Я про цикл. То есть, ты... Про правду. Ты говоришь про правду. Да. То есть, правда, она одна. По сути. Истина. Ну, мы назовем правда и истина, то есть она... А правды разные. А, истина одна. Я тебе картинку просылал. Если цилиндр на него освещение подать, то он в одном случае будет квадрат, он в другом случае круг, а он на самом деле... И каждый будет прав, ну, отражение. Ага. Истина одна. Истина. Истина. А правда... А правда она у каждого действительно может быть своя. То есть, истина, вот, допустим, в цифре, истина, что это цифра. Да. Да, что это цифра. А у тебя правда, что это 9. А у меня правда, что это 6. То есть... Вот смотрите. То есть, вы видите, то есть получается так, что вот человек говорит, что... Я говорю правду. Не могу не говорить неправду. То есть, я все время хочу говорить правду. Да, правду, правду матку вот так резать. Ну, не говорится о том, что вот он говорит, я хочу говорить истину. А он ее, да. А он ее не может сказать. А мозгов не хватает. Даже не хватает мозгов сдержаться. Сил воли. Сила есть, воли есть, а силы нет. И забегая немножко вперед, скажу так, что в той беседе человеку, который интересуется его мнение по этому поводу, он говорит так, что... А я вам скажу, кто это за человек, что кто не может удержаться и все время говорит, ну, типа, правду, хочешь сказать. Это эгоист. Он хочет навязать другим свое мнение. Он эгоист, он делает это в свою выгоду. Он идет на поводу своих потребностей. Да, ему вот хочется, что вот это вот правда, вот здесь это правда, и я... Так он не... Хочуха. Да, да. Хочуха, она превзмогает ему. И тем более, он говорит, не могу не говорить. То есть, хотение, да, у нее такое, перебирать его. И вот там, я вам скажу, это интервью, видео в ютюбе там... Зацепило, да? Найти, да. Это... Сейчас я вспомню, как его зовут. Известный табалист Либерман. Вот. Ты знаешь, да? Это уже видишь? Да. И он говорит, он сказал, ну, я предлагаю, что этому человеку просто замолчать. М-м-м-м, да. Это очень тяжело. А я вам скажу, а я вам скажу, как это... Красновый, да. Вот и все, вот и все. А я вам скажу, пошел на йогу. Самое простое, оно оказывается самым тяжелым. А самое тяжелое, на первый взгляд, оно потом становится простым. В чем это заключается? Правда? Правда. Вот это все. На йогу-то пошел. Шивасана, позу труппота. Легкое упражнение. Лежи себе и лежи. Так я вот три месяца осваивал. А видишь, вот ты, допустим, сказал сейчас такое слово, лежи себе и лежи, да? Вот для тебя правда, что как бы лежи и лежи. А оно тяжелое. А кто-то может послушать и по-другому понять. Лежи и лежи. Тоже как 6 и 9, понимаешь? Да, язык доведет, да. До мысли. До правды. До правды. До истины. Тогда получается, что правда все-таки она разная. И у каждого она своя. Сила понимания. Или мировоззрение, или кругозора. Ну, как вот. Ну, смотри, вот я прихожу. И контекст еще. Вот опять, Рома. Контекст, да. Вот с точки зрения тренировочного процесса. Один тренер говорит, что вот так вот тренировать. Это его правда? Нет, не так. Я даже вчерашнюю тренировку скажу. Уровни, да? Вот в Японии белый, черный, да? Ну, как бы. У нас для европейцев сделают желтый, красный, зеленый. Не говори, а я пока здесь это покручу. А что ты пошел? Ну, давай, давай выключим. Не, 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 говори, говори. Говори. И про уровни, допустим. Если человек взрослый, да, но по уровню подготовки, допустим, готовится там на желтый пояс, делает прием. Он говорит, тренер, я правильно делаю? И ты говоришь, правильно. Я говорю правду? Я говорю правду. Но, если пройдет несколько лет, он будет делать так же, то для другого уровня подготовки это будет неправильно. Понимаешь? То есть мы, ну как, он говорит, я хочу сразу прям сделать, чтобы было правильно. А нету правильного, неправильного. Я ему говорю, понимаешь, о чем? Для его уровня это нормально. Значит, получается. И я говорю правду. И ты говорил правду согласно вот этой нашей трактовке тройственной, да? Время, место, обстоятельства. Да. Вот. Время, место, обстоятельства мне очень тоже понравилось. А еще знаешь, что мне понравилось? Это, говорит, мужчина, да, он должен быть определен. И ты тоже сказал, вот одного мужчину стерли вообще, а ему надо снова нарисоваться. Ну, как бы, стерли его. Нет его. Разрушили. Блин, ну классно же. И вот это вот боевые искусства помогают себя пересобирать по кусочкам, даже если тебя раскидали по это. На части. Да. Да. Что ты можешь пересобираться. Но мы же тоже об учительстве говорим, преподавании там много тоже. А учитель это тот, который может еще и людей пересобирать. При условии, что они как бы ему доверяют. Амакосе. Амакосе. То есть мы про правду говорим. Про правду, но тут завязано... Ну, как вот... Много чего, такой некий... Да, то есть мы не с пеной у рта там доказываем. А, вот это так. А ты говоришь, другой бы спорил. Да. Тоже мне нравится. И опять, что я слышу там, скажем так. У нас два уха, один рот. Если ты молодой, попал в какую-то компанию, или ты разговариваешь там со взрослым, ну, ты 80% времени хотя бы должен молчать. То есть вопрос, кому он правду любит говорить? Всем подряд? Зачем взрослому говорить, что... Есть такая поговорка молчания, золото? Не то, что золото. Ты можешь... Это же тяжелая практика молчать. Да. Она практически невозможна сделать. Я даже к ней не приступил еще. Ну, то есть 10 дней там... Ну, вот мы молча все делаем там, допустим. При видео записываем, так и молчат. Ну, и твичить. Это вообще стресс просто. Поэтому нужно не только как бы это... Уметь говорить, но и уметь молчать. Вот это вот мне понравилось у Дмитрия Троцкого. Внимательный на собеседник. То есть мы можем с тобой сидеть, да? А, не Либерман. Лайтман. Михаил Лайтман, извините. Ну, хорошо. Михаил Лайтман, вот который каббалист. Я поправку. А Либерман тоже какой-то другой. Это какой-то политик. Он, кстати, тоже, наверное, правду говорит сегодня. Да? Когда они спрашивают. Да. Так что в этом плане единоборство очень хорошо. Если тебя стерли, какой бы ты сильный ни был, сила в чем заключается? В упругости. Слушай, а вот себе вопрос видишь какой? Себя ты не можешь победить. Вот себе правду сказать человек может? Нет, нет. Вот человек так устроил, видишь, опять эгоизм. То есть другим сказать правду? Признаться. Себе ты не можешь ничего сказать. Ты можешь себе признаться. Да. Ну, правду сказать. Вот я... А кто я? Я Асмьесмь царь. Сегодня. Сегодня. Да, это правда. Сегодня царь. Ну, здорово. Хорошая тема. Мы пойдем погреемся, да? На это. Да. Чтобы не утруждать. Мы по поводу правды, ну, поняли, что, да, оно такое не совсем... Нет. Мы поняли того человека, что он просто не сдержанный. Не сдержанный, да. И все. Вот и все, вот и все. Да. Видимо, недержание у человека. Поэтому... Не может, контроля нету. А технологии, которые позволяют, наверное, контролировать вот это недержание, это вот боевое искусство. Ну, не только, не только, любое искусство. Любое искусство. А любое искусство, как сказал кто-то, это подражание природе. А значит, если мы подражаем природе, то есть мы приходим к истоку, к истине. Ну, то завернул вообще. Надо записывать. Да. Мы пойдем погреемся, опять вот там мяту у нас немножко близне. Может, нас еще что-нибудь прихватит. Если интересно, поразмышляйте вместе с нами. Так мы можем позвать еще, потому что некоторые вот к вопросу, он не может сдерживаться, да, ну, вот человек. А другой хочет поехать, а не может себе сам препятствие выставляет. Понимаешь о чем? То есть, один берет, делает, другой берет, так же делает, но в одном случае правда, что это будет полезно, а в другом случае это не очень экологично будет. Правда. Вот это мы обсуждаем недалеко от станции правды. Да? Да. Как недалеко, практически. Да, рядом. То есть, вот правда около правды. Ну, следующее видео у нас будет, в следующей части попаримся, немножко другая тема. Мы сегодня две темы обсудим сразу, они такие короткие. Ну, глубокие. А мне знаешь, что понравилось? Про любовь. Потом это Стас пехотопел. Какие вот, ну, мы же про правду говорим, да? Любовь бесконечна, но так быстротечна. То есть, два вот этих понятия бесконечности и быстротечности совмещаются в одном. Блин, ну классно же? Классно. За любовь. И правду. Да.